Мои дорогие, всем привет! Сегодня будет обычный домашний влог. Сейчас выйду на балкон, покажу вам, какая у нас сегодня погода. Сегодня, кстати, 15 мая. Вчера было солнце, но было холодно, а сегодня холод и сильный дождь. Вот, смотрите, как машины там, можно сказать, проплывают. Ну, прям лужи огромные, сегодня целый день идёт. Мелкий такой противный дождик. Вот, расскажите, какая у вас погода. На самом деле, вот такая погода у меня очень хорошее настроение создаёт. Вот такая какая-то грусть, тоска нагоняется, и что ли. На улицу не выйти, хотя самоизоляция вроде бы закончилась. Вот тут теперь погода. У нас даже в ближайшие дни ожидаются заморозки. Я очень долго думала, что же приготовить сегодня, и решила потушить капусту с фаршем и с овощами. Я вообще капусту не очень люблю обычно, но вот после того, как начала готовить её сама, и мне очень понравилось, и это стало одним из моих любимых блюд. Вот, и сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления капусты. Я думаю, что в таком исполнении это блюдо понравится даже тем, кто капусту не любил до этого, так же, как и я. Кстати говоря, о капусте и других овощах. Мне мама дала замороженные овощи ещё с прошлой осени. Это, кстати, очень удобно. Например, капусту мы мелко там нарезаем. Заранее через комбайн или через тёрку морковку замораживаем. Я покупаю пакеты Икеи, очень хорошо в них хранятся овощи, очень аккуратно в морозилке. Также баклажаны, перец, всё это можно заморозить. И даже в этом году я замораживала репчатый лук. Я его мелко нарезала, но вот в пакете из Икеи, может быть, нужно делать двойной пакет. Немножко был запах первые три дня от лука в морозилке, но потом как-то он примерз, и сейчас запаха вообще нет. Храню я его на полке вместе с мясом. Вот я подготовила ингредиенты. В красной миске у меня сама капуста. В этой миске у меня морковь и лук, сельдерей. Здесь баклажан и помидорка черри. Кстати, её мы тоже заморозили с осени. Здесь грибы, опята, перец болгарский и фарш. Фарш мы тоже делаем сами. Раньше покупали, брали фирму Мираторг. Вроде как он более-менее был из всех, что вообще представлено у нас в магазине. Но даже если смотреть по котлетам, формировала я котлеты, и в итоге получается, что делаешь котлету одного размера, а после жарки она уже становится в три раза меньше. То есть один жир. А жир я не очень люблю и всегда убираю все прожилки, плёнки, кожу с курицей. Ну так, наливаю масло. Кстати, вот эта сковородка, она такая классная, от фирмы Тефаль. Это мой свадебный подарок, точнее, приданное. Мама мне подарила к свадьбе, и я просто не могу ей нарадоваться. У неё такие вот стенки такие очень толстые и дно. И я здесь готовлю плов, тушу всякие овощи. Мне очень нравится, как вкус сохраняется, как это получается. Ну всё, разогреваем сковородку. Я отправляю в масло фарш. Всё, добавила я капусту. Сейчас немного прожарю её с фаршем. Я делаю так всегда. Предварительно обжариваю, прежде чем тушить. Так мне вкус капусты нравится намного больше. Добавлю немножко водички. И буду добавлять остальные овощи. Баклажан с помидоркой. Грибочки. У меня опята. Можно, в принципе, грибы не добавлять. Лук, морковь. Рукой не совсем удобно. Перчик болгарский. И сельдерей. Сейчас всё перемешаем. Пахнет уже очень вкусно. Вот такая вот вкуснятина у меня получилась. Ну, она на самом деле ещё до года появится. Ещё минуточек пять. Сейчас я посолю. Поперчу. И вот даже вид у неё очень красивый. У меня вот такая электрическая перечница. Мне так нравится. Так нравится. Управлять. Она на батарейках. Такая прикольная. Должен был быть тут вот свет, лампочка. Но она почему-то с первого дня не работала. Вот. Ну, и это мне нисколько не мешает. Крутая вещь. Ещё сегодня я хочу поделиться с вами рецептом своего любимого салата. Здесь всего три ингредиента. Ну, не считая заправки. Салат очень вкусный. Советую попробовать. Я обычно использую мидии фирмы каждый день, которые продаются в Ашане. Стоят они, по-моему, 66-67 рублей иногда. Неплохие мидии можно купить ещё в пятёрочке. Так, нам понадобится также лук и помидоры. Вообще, в рецепте первоначально нужно снимать с помидора кожицу. То есть, обдавать их кипятком и тихонечко снимать эту кожицу. Но я в последнее время этого не делаю. Лук нам нужно порезать полукольцами. И обжарить его в небольшом количестве подсолнечного масла. Я не очень люблю жареный лук. Точнее, я его вообще нигде не ем. Кроме как в этом салате. Реально здесь он приобретает какой-то невероятный вкус. И в сочетании с помидорами и мидией получается очень вкусно. Ну вот, пока у меня жарится лук, я приступаю к нарезке помидоров. Помидоры нужно нарезать кубиками. Ну все, помидоры я резать закончила. Лук у меня уже тоже поджарился. До вот такого вот золотистого цвета. Весь лук я отправляю к помидоркам. И теперь я открываю мидии. Мидии в рассоле. Рассол нужно слить и мидии промыть. Затем отправить в салат. Итак, сейчас я буду готовить заправку. Но по сути вы можете этого всего не добавлять. Достаточно будет горчицы и масла. Добавлю 2 столовые ложки подсолнечного масла. Можно брать оливковое. У меня просто оно закончилось. Даже 2,5 положу. Сюда же в миску добавлю обычную русскую горчицу. Я делаю все на глаз. Добавлю пару ложек дижонской горчицы. Соль. Перец. Я добавлю еще майора. И сухой чеснок. Нашу заправку перемешала. Вот такая вот она. Ароматная получается. И выливаю в салат. Теперь салат перемешиваю. И вот такая красота и вкуснотища получилась. Я еще не встречала такого человека, кому бы этот салат не понравился. Сверху, кстати, можно добавить семена кунжута. Вот так вот это все выглядит. Я желаю всем приятного аппетита. Не забывайте оценивать это видео и подписываться на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok